Смотри, язык – это народ, представитель народа – языче, а представитель чужого народа с непонятным языком, с другой культурой – языче никакой, сокращенно язычник. Понятно, да? То есть тот, кто стоит на посту, тот – страж, а страж чужих ворот – стражник, то есть неизведанный, неизвестный. Поэтому, говорят, вот до христианства было язычество, да? В Африке язычество, в Индии язычество, на Руси язычество, в Европе язычество, что все в одних богах верят? Нет, у каждого свои. А как можно одним термином несовместимое, то есть совершенно различные культуры смешивать? А тогда какие, может быть, еще страны объединяют именно ведическая культура? Ведическая культура – Индия, Персия, ведические, хоть мало в Персии, потому что сейчас идет исланизация, но все равно существует. Будем говорить, Россия, Прибалтика, Беларусь, Сербия, Чехия, Болгария, ну, будем говорить, страны ближнего, дальнего – Германия, Ирландия, Шотландия, вся Скандинавия, особенно Исландия. Потому что в Исландии официально христианская церковь, знаешь, когда появилась на государственном уровне? В 1972 году. До этого существовало только Асатру – Общество Старой Веры. А после 1972 года и христианство получило статус государственной религии. А до этого было только Асатру. Ну, если мы уже об этом начали говорить, то как получилось так, что люди прекратили верить, то есть массово? Да, не было такого. Никто не прекращал верить массово. Такого просто никогда не существовало. Даже в 18-19 век зарубежные путешественники по России, приезжая домой, писали в своих книгниках, что русские славяне – двоеверцы. Многие из них в воскресенье идут в церковь, ставят свечку, кладут поклоны, а приходя домой, они кормят кумиров, приносят требы домовым, дворовым, овинникам, а, едя в лес, кормят лешего. То есть, есть такое понятие, как бы, что официоз официально делается, а то, что в роду, родовое, это так и остается. Поэтому на территории Российской империи и последующие, уже когда поделили на разные части советских союзов, страны Балтии, Финляндии, люди как верили в родовую культуру, так они и продолжают верить до сих пор. Но я о том же еще говорю, допустим, этот же праздник. Раньше праздновался он, чудо, не в каждой деревне на Руси. И сейчас празднуют. А сейчас нет, это большая редкость, но не в каждой деревне, многие не знают даже этих обрядов. Ну это как бы в новых деревнях, не празднуют. То есть во времена Никиты Сергеевича Хрущева произошло, как бы это сказать, укропнение деревень. То есть когда древние деревни переселяли в районные центры, укропняли, а старые деревни разрушали. Но это приходило к тому, что в центральном районном поселении, куда всех людей свезли, там им запрещали праздновать. Кто-то уходил там в лес, подальше проводил. И власти этого не видели. Но если власти этого не видели, это не значит, что этого не существовало. Мы тоже в советские времена выезжали за город по одному, по два, по три человека. И собирались уже в рочище Сварага, как говорится, все вместе. И власти об этом ничего не знали. Можно говорить, официально. Хотя многие представители власти еще в те времена придерживались старой веры. Ну потому что официально христианство было запрещено. Было же и портбилет можно выложить на стол за то, что зашел в христианскую церковь и ребенка покрестить из комсомола выгоняли. А присутствие на праздничных и обредах старой веры, о которой официально нас ничем не грозило. Да, думаю, ничего страшного, если они даже пройдут кто-то, это не слишком помешает. Да нет, я же, по-моему, сказал, не ходить. Любопытно у человечества. То есть под видом положительный инструмент. Зайти что-то взять и всем интересно посмотреть. Нормально. Посмотреть. А чего вообще можешь там нового рассказать? Мы в прошлый раз еще говорили, что весь праздник он и на обрядах построен на обрядах очищения. Да, то есть весь праздник бога купалы летний построен на обрядах очищения. То есть начинается все с очищения совести. То есть каким образом? Допустим, мы приезжаем на берег реки, да? И прежде чем праздник провести, надо быть в гармонии с природой. Так очищается от мусора, хлама, от веточек, камушков вся территория пляжа. Потому что не только мы, но и дети, которые с нами и внуки, они все босиком. Чтобы никто не повредил ноги. То есть камушки, веточки, стекло, мусор, все убирается и закапывается, чтобы его не было видно. Потом делается дунья. Это как жертвенник. И вот когда уже все подготовлено к празднику, начинается праздник с очищения совести. А что значит очистить свою совесть? Это значит вспомнить о всех своих предках и принести им требы. Не один раз в году, как у христиан, на родительский день съездить на кладбище, да? И привезти там плюшки, блинчики, оладушки, печенюшки на могилу. А как же быть с теми предками, которые похоронены в других городах или в деревнях? Или вот сейчас после разъединения могилы остались в Польше, на Украине, в Белоруссии, у кого-то в Германии, ну, допустим, немецкий у нас национальный этот упор, автономный. У многих же родственников в Германии. А как они в этот день попадут на кладбище? Никак, да, находящихся в Германии. Поэтому у нас вот и делают жертвенник, и в него каждый своим предком жертвует. Жертвует оладушки, блины, ну, всего, что там, булочки, что они настряпали. Кто-то орехи, кто-то там, крупы и прочее. То есть, и поэтому есть понятие две жертвы. То есть, жертва природная, то, что дала природа, это грибы, там, орехи, зерна, да, булочки. И жертва человеческая, то есть то, что создано человеческими руками, то есть плоды человеческого труда. А люди, не знающие, услышав о человеческих жертвоприношениях, сразу же думают, что людей в жертвоприношениях. Хотя на самом деле человеческими жертвоприношениями назывались оладьи, блины, булочки, растягайчики там с капустой. То есть, понятно, да? Незнание порождало всевозможные домыслы. И это все в огонь, в огненный жертвенник. А с огнем это куда все поднимается? В небеса. А там уже наверху предки, независимо от того, где их прах захоронен, они получают все эти требы, дары жертвы. То есть, тем самым мы очищаем свою совесть. Мы помним о всех предках своих родов. И также о своих богах. То есть, о предках мы человеческие жертвоприношения, то есть булочки, оладушки и прочее. А боги это природные зерна, грибы, орехи, то есть ягоды. То есть, то, что мать природы дала. То есть, для чего мы даем? А чтобы боги на следующий год нам опять дали урожай, чтобы мы опять могли принести эти дары. После этого, после этого, вокруг сияющего меча Перуна начинаются хороводы. И он всегда говорит, кто ближе всех к богам? Дети. Поэтому первые хороводы, дети маленькие, потом дети подрослее и так дальше. Молодежь и уже замыкающий, как бы оберегающий круг уже взрослые люди. Ну, как бы там 50, 60, 70 лет. То есть, и как бы каждое поколение внутри другого. То есть, принцип матрешки, да. Все в единстве. И когда хороводы ходят, появляется огнебог Семаргл, который благословляет каждого. И, получив благословение, каждый человек делает себе огневицу, плотик там, венок. Берет свечу и наговаривает желание. Что он хочет, чтобы у него ушло? Неудачи, там, хвори, болезни, невзгоды какие-то. Наговорил на свечу и отправляет ее по водам реки. Свеча освещает, все это куда? Передается в воду, да, в текущую. А вода испаряясь, поднимается куда? В небеса. И боги уже знают, что просит человек, от чего его избавить. Тем более, он перед этим еще принес требу богам. После этого люди омывают свои тела в реке. То есть, окупнулись и все смыли с тела. То есть, тело стало чистое. Потом они прыгают через костер. Тем самым, ну, как сейчас многие, используя восточную терминологию, говорят, очищают свою ауру. То есть, огонь, он же как бы все чистит. А прыгая через огонь, не через маленький огонь костер, а через пламя, проходя сквозь огненную стенку, человек весь негатив выжигает, и он очищает свою душу. После того, как через большой костер попрыгали, для детей там маленький костер, молодежь идет к двум солярникам, как свастичные символы, один в одну сторону, другой в другую, и начинаются хороводы, так называемые игрища богов. То есть, девушки в одном направлении движутся, мужчины в другом. В этот момент жрец любой читает обращение к богам и роду, и как только обращение заканчивается, звучит фраза «воля богов». И вот кто в этот момент спинами столкнулся, получается первая пара. Она отходит в сторону, и хоровода опять вращается, опять читается гимн обращения, опять «воля богов» вторая. Таким образом избирается девять пар. Когда народу много, бывает еще девять. Всегда, чтобы было равным девяти, потому что девять – это высшее простое число. Отобрав девять пар, вот, допустим, солярник, вокруг которого ходили девушки, лицом к нему становится юноша, а солярник, вокруг которого ходили юноши, девушка становится лицом к нему, то есть они становятся спина к спине. И все присутствующие произносят три слова – «явь», «нафь», «правь». И в этот момент вот эта пара поворачивает голову влево или вправо. Если они повернули голову в одну сторону, устремили свой двор, значит их боги свели. Если в разные, значит бес столкнул. Вот так вот проверяют. После того, как все девять пар прошли, молодые люди, у которых пары совпали, начинают общаться, участвовать в игрыщах. И их задача к рассвету – узнать как можно больше друг о друге. То есть если они еще к тому же и пришлись по душе друг к другу, то есть они идут к родителям и юношей и девушке, чтобы вот, как говорится, нам по душе, чтобы родители тоже знали. А если дальше уже, как говорится, у них чувства начинают пробуждаться, значит они уже обращаются к священнослужителям, чтобы им провели обряд наречения женихом и невестой. Но для прохождения этого обряда они должны получить благословление своих родителей и своих посаженных родителей. И вот после того, как игрища вокруг, хороводы вокруг солярников закончились, там, где был костер, выкладывается большая огненная стена, то есть накладывается много хворосту, и уже не молодежь, но иногда и молодежь, а уже взрослые мужи начинают прыгать сквозь огненную стену. То есть там высота костра где-то метра полтора, то есть не из самого огня, а именно полтора метра наложено хворосту бревен. А пламя до 4-5 метров поднимается. И вот по длине это где-то, или как по ширине вернее, метра 4. И вот они по одному, по два, по три, по четыре прыгают сквозь огненную стену, и после этого тут же бегут, омываются в реке. То есть тем самым они получают дополнительную подпитку. А так не богу себе марку. Когда вот огненная стена закончилась, получается очень много углей, и убирается весь сухой песок до твердого, там мокрого, уже который не продавливается, грунта песка. Берутся лопаты и углями выкладывается огненный путь. То есть его ширина, как правило, от меры до сажений, то есть от одного до двух метров шириной, ну в зависимости от количества народу. И длина не менее двух сажений. То есть должна быть, ну допустим, сажен на два. Для сажений это четыре с лишним метра. Но иногда больше. То есть выкладывается сплошняком одни угли. Эта ниша вся заполнилась, и потом начинаю я как глава церкви, а следом за мной уже все остальные. То есть босиком по огненному пути мы проходим, тем самым очищаем и укрепляем свой дух. Ну, бывают, правда, как говорится, и нюансы. То есть пока я переодеваюсь, мой отец, он староста общины, к нему подходят люди, которые в первый раз приехали. А вы можете провести? Да, просто берет за руки, говорит, вот смотрите туда. Взял и пошли. То есть, правда, потом я ему говорю, что я первым должен. Он говорит, ага, самой сливки себе. То есть и вот так вот босиком. А потом, после того, как все пройдут по девять раз, ну хотя бы достаточно и одного, но у нас как, человек как матрешка девять тел, каждое тело надо как бы почистить. И вот босиком девять кругов. Ну, некоторые и побольше там, с запасом энергии, чтобы набраться. Но это как бы не всегда удается. Потому что вот, допустим, на Купалу в этом году приезжали с Севастополя общенники и с ними приезжали люди снимать фильм о празднике. И продюсер этой студии прошел, он говорит, вот кому сказать не поверят. Семьсот человек стоит в очереди, чтобы пройти босиком по углям. То есть для него это шок. Не то, что люди идут по углям, а то, что семьсот человек стоит в очереди, чтобы пройти по углям. Хотя там по одному, по два, по три потоком. Некоторые до того увлекались, что им говорят остановитесь, ну, чтобы свежих углей подсыпать. И вот представь, человек подсыпает по угле и идут и прям по лопате с углями и дальше пошли. Но при этом никто не обжигается. Потому что биро. Человек может, как говорится, наступить куда-то и обжечься. А тут сплошной уголь и никто не обжигается. Особенно, как говорится, если присутствуют представители власти очень часто и правоохранительных органов. Потому что массовое мероприятие, мы их извещаем, они приезжают. Для них шок, когда дети ходят босиком. И дети ни пять, ни девять раз. Дети раз впереди всех опытов побежали, а не по два, по тридцать раз босиком полки. Ну, дети же играют. А раз играют, значит, что энергию они раскидываются. А босиком они накапливают новую энергию и все. И после прохождения огненного пути расстилаются пологи, скатерти. И вокруг большого вот этого кострала еще хворост подкидывают. Начинается общая трапеза. И по трапезничею потом начинается игрище, песни. И перед самым рассветом люди отправляются искать цветок папоротника. То есть многие биологи говорят, что папоротник не цветет. Они одного, что они не физический цветок, а цвет папоротника. То есть его излучение. То есть в ночь купалы. В ночь купалы те, кто увидит цвет папоротника, те получат удачу, благословение. То есть и у нас его никто не рвет. Его главное увидеть. Это как излучение. И многие видят, многие находят. Потом утром встречаем солнце. Убираем все за собой. Все камушки, все жертвенники. То есть после нас, когда мы уезжаем, девственно чистое место. Как будто до нас и нас там никогда не было. То есть ни мусора, ничего. Все убрано, в мешки увезено. И проезжая в деревне стоят мусорные контейнеры. То есть, допустим, если люди брали газировку, с собой у нас спиртное запрещено. Все вот эти из-под газировки, из-под соков, татарабаки, это все туда в мусорный контейнер. То есть после нас чистый девственный берег. Вот вкратце о празднике, который проходит купалы на берегу Илья. Вот мне бы хотелось ваше мнение знать, насколько современное общество нуждается в очищении таком. И если каждый год они очищаются, что происходит на энергетическом уровне с человеком? Так идет чистка от негативных энергий, от негативных эмоций. Ведь сейчас же люди живут в стрессовом состоянии. То есть везде ускоренный ритм, нервозность, пробка на дороге, опоздая на работе, выговор, значит, меньше заплатят, а меньше заплатят, значит, меньше продуктов купятся в семью. То есть идет ускоренная жизнь с негативными явлениями. И вот на празднике все эти негативные явления, они и уходят. И после праздника человек воздушный. Ему легко, спокойно. Он никуда не торопится. Он ясно мыслит, ясно рассуждает. А то, что касается, нужно ли это современному обществу или нет, это обществу самого решать. Ведь кому нужно, те приезжают из Калининграда, из Камчатки, из Севастополя, из Минска, из Преста, из Харькова, из Берлина, из Мюнхена, Дюссельдорфа, Монреаля. Если человеку надо, он приедет. Но у нас же не просто, вот приехал человек и очистился. Многие приезжают из своих городов, то есть из общины к нам на праздник, все внимательно запоминают, а потом также праздники проводят у себя. То есть я имею ввиду те города или поселки, где родовые корни были временно утрачены. Тем самым они восстанавливают свою родовую традицию. И там уже к ним все больше и больше идет людей. То есть здесь никому не навязываться, люди сами приходят, чтобы узнать о своих корнях, о старой вере. Хотя много раз видели, что даже на праздники приходили и представители сознания Кришны, и христиане всех мастей приходили. То есть сначала они приходили типа, вот, разогнать языческое сборище. А пообщавшись с людьми, весь негатив их исчезал. И они вместе с нами проходили все вот эти родовые обряды. То есть даже вот у меня родственники, они же разных, как бы говорили, конфессиональных принадлежностей. То есть вот моя отцовая линия. Это все староверы. Мать христианка. То есть вот она ездила и больше к Кулачинский монастырь, там и к Гробу Господню, то есть везде. То есть, по-моему, нет ни одного храма или монастыря на территории России, Украины, Белоруссии и Греции, в которых бы она не побывала. Но это ее выбор. Она туда ездит. Понятно, да? Она же как веротерпимость. Всяк верит тем богам, которые им ближе. Поэтому мы никому не навязываем. Поэтому, допустим, тетка моя в Белоруссии, она официально, как бы, считается католичкой. И вот каждое воскресенье она идет на месту в костер. А придется домой, кормит дворового, кормит домового, кормит овинника. А когда соседу ей говорят, тет Брой, а что ты робишь-то? Тебе это зачем? Она говорит, что родови, то родови. А что не родови, то до паноксенза. То есть вот родовая, это родовая. Вот я сходила в воскресенье вместе со всеми селянами в костер. Отсидела мессу. Все. Придя домой, все это, как говорится, христианство осталось за порогом дома. Внутри родовые устои, родовые традиции. До 14-го года вот в моем роду были и ксензы, священнослужители. И священнослужители так называемой официальной христианской церкви. И были староверы. И чем это было удобно? Допустим, власть Великого княжества Литовского была. Шел жрец старой веры. И говорил, данный род не трогать. Вот эта старая вера. Встала территория Польши. Шел ксенц. Род не трогать. Вот я там, старший священнослужитель. Перешла территория под юрисдикцию Российской империи. Шел священнослужитель. Христианской церкви ортодоксальной. Говорил, род не трогать. Вот я там руковожу всеми. Удобно, да? И все, что внешние религии, это было внешние, то есть атрибутика. А то, что касается родовых традиций, они сохранялись. Поэтому жить так очень удобно. Допустим, в 80-х, в начале 90-х, я сейчас не помню. Побывав в Кракове, пообщавшись к ксензам, Ну, или ксензам, как кому удобно. Это католический священнослужитель. Он мне подарил крестик. Как подарок католический. Надел мне на шею. Я ходил, у меня оберег мой, вот свастичный. Он висел на теле, а поверх рубашки у меня был подарок ксензам. Ну, потом я его где-то потерял. То есть, придя домой, увидел, что просто цепочка, а ушко есть, а самого крестика нет. То есть, но, нося подарок в виде креста, это не значит, что я стал христианом. Просто хороший человек мне подарил крестик. Я его носил. Или вот, зять мой, один из моих младших сыновей. Он ходит с оберегом, но как только ехать к бабушке на левый берег, он снимает оберег и одевает бабушкин подарок крестик, который она привезла со своей земли, и он освящен его у гроба Господня. Когда спросили, а оберег ты что сделал? Ну, чтобы бабушку не расстраивать. Вот и все. Он приехал к бабушке на подарки, свозил ее в Большекулачинский монастырь. Она там праздник со службы отстояла от службы, он подождал в машине и привез ее опять на коне его к себе. Но о чем это говорит? О веротерпимости. У меня сын, он придерживается старой веры, но при этом он уважает право бабушки исповедовать ту религию, которая ей ближе, то есть христианство. То есть мы же не навязываем, но веришь в Христа. И мой младший брат, он как бы, мама его постаралась, чтобы он христианство изучал, но он всем говорит, у меня на одного Бога больше, чем у вас. Я не отвергаю древних Богов, и плюс еще Христос мне помогает. То есть получается как бы некий у него внутренний симбиоз. То есть и древние Боги помогают, и когда обращается с бабушкой идет к Христу, Христос ему помогает. Но это его выбор. Он пока еще молодой, ему всего 43 года, младшему брату. Но он сам, надеюсь, свой выбор дальше сделает. Поэтому говорить, что какая-то вера хорошая или религия, а какая-то плохая, это не на что отвечает. А мы говорили еще с вами в прошлый раз о храме, Успенском соборе, который сейчас. И что там был раньше ведический храм, прям славянский. В Омске в центре было великое капище Англии. Потому что здесь находился город Асгард. То есть это наше церковное. То есть одна часть историков это признает. Другая часть историков, археологов это не признает. То есть, как правило, не признают те, кто придерживается акканиберической науки. Жестко все. Им сказали, до Ермака тут ничего не было. Появилось только при Петре Первом. Но получилось как. В 1530 году, когда войска Асгарда пошли в Скифию, чтобы помочь оберегать рубежи. Это 16 век. Была просьба о помощи. В самом Асгарде осталась только городская стража. И вот джонгары, это сейчас северная провинция Китая, они напали вместе с рыбоедами, или как сейчас говорят сибирские татары, то есть сибирцы. Ханты, мансы. Их называли просто рыбоеды. Потому что, их манили сокровища Асгарда. То есть, ну, у многих людей понятие сокровища, это золото, серебро, там, камни драгоценные, да. А у нас считается сокровища, это мудрость. Поэтому в 1530 году люди ушли подземными ходами, а Асгард был разрушен. И вот в Асгарде стояло великое капище Англии. И на этом месте, на этом месте, в 1891 году начали строить Успенский кафедральный собор. То есть, сначала, когда хватились, расчастив большую часть фундамента, оказалось, что в России не хватит средств и материала, чтобы построить такое капище. Потому что великое капище Англии, его можно называть четырех храмник. То есть, два подземных храма, два надземных. То есть, один над другим. И высоту от самой нижней точки до самой верхней он был в тысячу аршин. Это 711 метров. То есть, представляете, да, какое по объему здесь было строение. И вот, капище было разрушено. И когда расчистили фундамент, вот, большинство, оказалось, что во всей России не хватит денег и средств построить такой храм большой. Даже если и Европу еще подключить. Поэтому по малому внутреннему залу пересчитали проект, отправили на доработку в столицу, в Санкт-Петербург. И по малому внутреннему залу, фундаменту малого внутреннего зала, возвели внешние стены. И получился второй по величине храм после храма Христа Спасителя. И на закладку камня приезжал Тесаревич Алексей Николаевич Романов. Ну, это уже как бы официально известно. Но то, что как бы официально не известно, что во время закладки одна из бабушек староверы сказала, строение сие недолго простоит на нашем святом месте. Поэтому храм не простоял дольше 35-го года и был уничтожен. Но когда поставили Успенский кафедральный собор, часть старых коммуникаций использовалась. То есть подземные ходы к охранным редутам, а это по домью использовались, потому что казачий форпост был, где у нас сейчас речной вокзал, казачьи редуты стояли. Использовались как подземные ходы к зданию духовной консистории. То есть духовное управление, это у нас сейчас здание госбезопасности. Ну, именно серый дом. И использовалось как подземный ход один к архиерейскому дому. Это, по-моему, в сторону Спартаковской 13-го. Ну, или как его в просторечии называют Маньякинский дом. То есть и туда. И было еще множество ходов, которые шли по домью и по ДРТШУ. И вот когда сейчас решили, там нам отказали, то есть мы просили места, чтобы хотя бы в уменьшенном виде обстроить Великое Крепещение. Нам власти отказали, мотивируя тем, что там городской сад. Но без всяких разрешений, согласований они начали раскопки и поставили свой успенский кафедральный, который в 1935 году был взорван. И при этом, раскопав фундамент христианского храма, который новый, под ним они обнаружили более древние фундаменты. Это вот показывали все центральные телеканалы, там древние фрески, хронические надписи, изображение свастик. И когда митрополиту Феодосию задали вопрос, а это что за письмена? Он честно сказал, я не знаю, что-то древнее. И потом там тело нашли. В 80-х годах об этом в Сильвестрии христиане рассказывали, что большевики его утопили вместе с другими священнослужителями. На барже живем, как мученик. А теперь они рассказывают, что он захоронен вот под этим успенским кафедральным собором. То есть возникает противоречие. Какая легенда имеет правдивую предысторию? Когда его утопили? Или когда он якобы умер? Или он утопленником сбежал по подземному ходу? Да, с баржи как-то выбрался. С завестом и усопом. То есть виды, как говорится, мифотворчества существуют различные. Но это опять как раз их внутренние дела. То есть они придумали, как я понял, всю эту легенду, миф, чтобы привлечь прихожан. Потому что люди уже разуверились во многих конфессиях, направлениях. И уже не верят, потому что они видят одно. Священнослужители любых конфессий, они в первую очередь все строят на финансах. А придя к нам, они видят, что тут вообще нет такого даже понятия, как финансирование церкви. Все делается своими трудом. Никаких никто пожертвований насильно не собирает. То есть типа отдай десятину. Принудительно. Есть возможность помочь другим. Люди помогают. Даже вот когда храм стоял, допустим, приехали томские общинники. Подходят и говорят, вот мы привезли на ремонт храма пять тысяч. Я говорю, зачем они? Мне надо отремонтировать, я получу зарплату. Ну это же мы собрали. Я говорю, тогда вон. Восточный двор. Идете туда, покупаете кисти, краски. Вы приехали помочь? Красите храм. А то, что вы потратили на кисти краски, у вас будут копии чека, корешки в общине. Перед общиной за эти пять тысяч сами отчитаетесь. А мне ваши деньги не нужны. И люди купили краски, кисти, покрасили храм. Они приехали помочь, они помогли. То есть, а деньги как бы с них и не нужны. Ведь у нас все трудятся. Каждый работает где-то на фирмах, предприятиях, либо частные предприниматели. Но все живут своим трудом, а не за счет кого-то. Расскажите еще о пожаре, который случился. 2004 год? Капище. Капище, да, сгорело 16 сентября 2004. Я в это время был в Анапе, на Вече. И вот сын мне позвонил, чтобы папа подожгли храм. То есть, там вообще очень много неясного. Пожарные приехали через пять минут после того, как начался пожар. Но те, кто тут присутствовали, говорят, пламя не гасилось. Поэтому пожарники сделали вывод, как они сами объясняли. Там у ребят даже видеозапись есть, что это напалм, его просто так не затушит, пока он не выгорит. Ну, это уже второй поджог. Первый поджог был в 1929 году от этого храма. Но тогда органы НКВД написали, что культовое строение староверов сгорело от неосторожного обращения с огнем. Типа свечка упала. Хотя моя бабушка сама присутствовала и видела, как НКВДшники обливали керосином храм и подожгли. Сейчас было примерно то же самое. Приехавшая милиция, вернее, как они сказали, милиция появилась буквально одновременно с пожарниками. Провела свою экспертизу и написала, что там либо лампадки упали, коротнула проводка. Хотя в том помещении, где все горело, там никакой проводки вообще не было. То есть и там лежали старые треснувшие лампадки, которые не использовались. Поэтому там очага пожара быть и не могло. То есть, когда храм сожгли в 1929 году, на его месте построили избу-читальню. В 50-х годах избу-читальню разобрали и построили дом, в котором сделали библиотеку. В 81-м году библиотека разрушилась, ее закрыли, потому что сделали при пятиэтажке библиотеку. А в 93-м году, на основании того, что мы из Госархива предоставили справку, что на том месте наше было культовое сооружение, тогдашний мэр Шейхид Юрий Яковлевич нам отдал под воскресную храмовую школу и под храм данное сооружение. То есть, он сразу же как о передаче в собственность, ну, тогдашний руководитель комитета по имуществу Арбутов сказал, что мне не важно, что там, какие распоряжения издает мэр. Вот есть решение городского совета, что отдавать собственность через два года после того, как побывает в аренде. И вот они оформили как аренду, то есть мы платили им аренду и вот с 90% износа восстанавливали храм и восстановили. А потом они просто отказались нам его передавать. И мы продолжали платить аренду и восстанавливали дальше. И проводили службы и прочее. И вот от той старой библиотеки там и оставались старые проводки и прочее. Потому что нам горсвет сказал, что там не годится проводка, поэтому всю проводку, где нам было необходимо, сделали свою. И в очагах пожара там проводки не было вообще. И главное странное, пожарные приехали через пять минут, но даже если на легковой машине на полной скорости ехать до этой пожарной части получается восемь минут. Кроме того, странное явление, что здание храма находилось в собственности города, а милиция приказала пожарным написать, что сгорел мой частный дом. И после того, как я капитану пожарного расчета, который акт составлял, попросил его переписать, он сказал, я этого делать не буду. Езжайте на Ленина 2, если оттуда поступит команда переписать, я только тогда перепишу. В свою очередь МЧС отказалась записывать, какой урон принес пожар. А у нас там сгорело очень много книг 15-го, 16-го, 17-го веков старинных. То есть по нашим данным ущерб где-то сотнями тысяч долларов. То есть это как бы ценность вот этих древних книг. А МЧСники написали, ущерб от пожара 10 тысяч рублей. Я говорю, каких 10 тысяч? Они говорят, а мы не имеем права писать больше. Вот и все. То есть отсюда и как бы получается, что это был социально-политический заказ. Тем более незадолго до пожара здесь побывал зам вице-губернатора Казаника Ткач Василий Иванович, который преднародно заявил, что у нас сошкут к чертовой матери. Вот такие. Поэтому еще вы ему задали вопрос, вы что будете сжечь муниципальную собственность? На что прозвучил ответ? Ну это же наша собственность. Вот и все. Поэтому и главная дата выбрана была не случайно поджога. 16 сентября 2004 года. Это как раз выпадало на Рош-Хошану, еврейский Новый год. Так же как в 1929 году. Они не ушли одного. Что на Рош-Хошану все евреи должны находиться на праздничном столе. Иначе Бог им не даст благословения. Их не Бог. То есть здесь помимо поджога и уничтожения храма еще была попытка натравить две конфессии, которые друг друга никак не касались друг на дружку. То есть поэтому, когда говорят, что случилось с храмом, мы говорим, это ликвидация юрлица методами правового государства. Поэтому искать курни, кого-то хотеть обвинять. А зачем? Совесть, если она есть, она сама накажет тех людей, которые подожгли храм. Со времен Геродота, поджигающие храмы, высшие силы наказывались сами своими, как говорится, методами. Поэтому, зачем мы будем вмешиваться в деятельность высших сил? Все равно мы знаем, что наказание за неправедное деяние, оно неотвратимо. Поэтому мы не питаем ни зла к властям, ни ненависти. Потому что сегодня один у власти, завтра другие. Смысл. Мы живем свою жизнь. Мы знаем, что у нас есть руки, что придет время и все равно отстроим храм. И это уже будет третий храм на одном и том же месте. Я еще хотела спросить, ваш взгляд на современную Россию в общем, и что какое будущее? Все-таки в положительной стороне или негативной, как вы считаете? А это все зависит не от властей, а от народа. Все зависит от народа. То есть взгляд на Россию у нас в Сибири почему-то уже сформировался такое, что Россия это то, что на западе за Уралом. Поэтому даже люди, живущие в Западной Сибири, Дальний Восток, куда-то выезжают за рубеж и на вопрос «You're from Russia?» Вы из России всегда отвечают «No, no, no! I'm from Siberia» или «I'm from West Siberia». То есть, потому что для людей, живущих на Западе, Россия это маленькое европейское государство, где четыре города. Россия, Ленинград, Горький и Киев, где живут жулики и проходимцы. А три четверти Евразии занимает Великая Сибирь, где все духовные, сильные, крепкие люди, где постоянно даже летом холодно и медведи ходят по улицам. То есть, вот у них представление о Сибири. Что Сибирь выиграла Вторую мировую войну, спасла СССР и прочее. Ну, это их взгляды. Их взгляды. То, что творится там, в России, ну, как бы… Такое ощущение, они не наигрались. Смотришь, у них правила игры, игроки на бирже, игроки в правительстве, игроки в Думу. Дети большие играют. Ну, какое отношение к детям? Ну, наиграются, может успокоятся. Как это влияет на людей? На кого-то влияет положительно, на кого-то негативно. Но строить, как говорится, свои обзоры политических властей, церковь не политики. Я не слежу, какие там партии, какие они там лозунги. Вот, ездя по городу, да, видишь, там появился новый плакат там. И возникает вопрос, а кто это написал? И что они вкладывали? Допустим, план Путина минус победа России. Это что, Путин вне победы России, что ли? Или план Путина минус победа России? А тогда что получится? Трах России. То есть, кто там пишет слоганы? Вот единственное, в перерывах хоккейного матча с авангардом, то есть я с детских лет болельщик нашей омской хоккейной команды, в рекламе мне понравилось. Всего лишь одна реклама прозвучала. Нет колонизации. Там двойной смысл. Колонизация. Это понятно, да? Оккупация. Квас здоровья нации. Да почему бы нет? То есть, против всех этих кол, пепси кол или как некоторые наши передразумения соса-сола. Это же все вредные. Химия. Кажется, вредные продукты для здоровья. Квас, да, здоровье. А сибиряки всегда предпочитали здоровый образ жизни. Поэтому, даже вот видишь, вон там есть сухарики лежат. А для чего? А домашний квас поставил. Квас. Поэтому, я думаю, что власти наиграют, успокоят. Придут те, кто уже наигрался. И у нас сначала будет очень тяжело, а потом будет лучше. Тем более, сейчас по нашему календарю заканчивается эпоха лисы. А лиса всегда символизировала хитрость, ложь, обман. Поэтому все, что вы не обещали в эпоху лисы, правители, депутаты, это все хитрость, ложь и обман. Поэтому мы к этому так и относимся. А следующая эпоха, которая наступит в лето 7520-е после него, это эпоха волка. А волк всегда был санитаром природы. Он поддерживал чистоту в природе. То есть вот и начнется очищение. Хотя многие переводят дату на христианский календарь. И наше лето 7520-е, у них 2012-й год. И тут же и календарь майя, заявляя в 2012-м, заканчивается у некоторых племен в Индии, календарей заканчивается в 2012-м году. То есть, а что потом, у них неизвестно. А у нас говорится, что вот последние лета правления тьмы, темные лесы, начнет все возрастать. У кого добро, добро будет возрастать. У кого любовь, любовь будет возрастать. У кого алчность, алчность будет возрастать. У кого ненависть, ненависть. У кого злоба, злоба. Кто что в себе копит, то и будет возрастать. Поэтому, когда вот вы смотрите телевизор и слышите там, ой, наступит конец света. У нас тоже в ведах сказано про это. А сказано так. И наступит конец света для темных личностей, и конец тьмы для светлых. А кто к какому лагерю себе причисляет это, будет решать каждый сам конкретный человек. Еще хотел спросить насчет, что по-вашему идеальное состояние человека? Идеальное состояние человека, когда он живет в гармонии с природой и трудится на благо своего рода. То есть, нас же породили наши предки. Но мы же должны же род продолжить. Они же не просто нас породили. Мы творение любви своего рода. Правильно? Может не побочный эффект от неудачного занятия безопасным сексом. Мы творение любви. То есть, раз наш род нас любит, значит, мы должны трудиться на благо нашего рода. Вот и все. Еще тоже о состоянии человеческом. Допустим, в христианстве говорится, что человек раб Божий. А в ведах говорится, что мы все дети и внуки Божьи. Поэтому у славян даже к богам обращение на «ты». Потому что вы – это что-то чужое. Он как у Михаила Николаевича Затарнова. А вы свинья, батенька. Или на «вы» называют начальство. А почему? Потому что начальство ни один подчиненный не любит. А у нас обращение на «ты». Потому что обращение «вы» означало неизведанное, неизвестное. А неизвестное всегда людей пугало. Да? Поэтому, когда он задает вопрос, а вы не знаете ответа, да? Что звучит «у «вы»» в неизвестного у тьмы? Или князья говорили «иду на «вы», то есть на неизвестного врага в данный момент». Хотя многие говорят, что это как «зло», «иду на зло», «на негатив». Не обязательно. Это неизвестно. Зло – это незнание и невежество. В первую очередь. Угу. Вот еще. Мы говорили все-таки о папоротнике, что люди вы ищут, чтобы быть счастливым, удача будет. Вы считаете себя счастливым человеком? Конечно. У меня есть дети, у меня есть внучки. Почему же я должен быть несчастным? И, надеюсь, у меня еще будут дети, еще будут внучки, и будут правнуки, и правнуки. Я буду с ними нянькаться и передавать то, что там передали мне, мои деды, прадеды. И я передам им разведное счастье.